Язык как оружие Гипотеза лингвистической относительности Сепера-Ворфа гласит, что язык реальность не описывает, язык реальность конструирует. Гипотеза Сепера-Ворфа о том, что языки по-разному участвуют в формировании мировоззрения говорящего, а не о том, что любой язык может правильно понять реальный мир. О критике гипотезы Сепера-Ворфа-Ноамхомски и его генеративной лингвистики позже. Для всех, у кого есть опыт или глубокие познания в лингвистике, языке и во всех подобных областях, эта книга может стать окончательным откровением. Чем-то, что нужно читать снова и снова, чтобы погружаться глубже и получать удовольствие, пока разворачиваются головоломки. Основная история довольно интересна. Идет межгалактическая война. Люди с одной стороны и люди с другой. Человечество, похоже, разделилось на две части. Альянс, базирующийся на Земле, и захватчики, которые описаны довольно мутно, но, похоже, контролируют одну или несколько других галактик за пределами Млечного Пути. Захватчики каким-то образом устраивают разрушительные диверсионные атаки вглубь территории Альянса. И только странные закодированные радиосообщения дают какое-то представление о том, как они проводятся. Лингвист и известная поэтесса Ридра Вонг вызывается расшифровать код, который она называет Вавилон-17. И собирает команду и корабль, чтобы отправиться туда, где, по ее мнению, будет следующая атака. Во время своих путешествий она начинает подозревать, что Вавилон-17 это не код, а уникальный язык. Язык, который может представлять собой чрезвычайно мощную и серьезную угрозу для Альянса. Представьте, что есть язык, думая, на котором процессы ускоряются, а время как бы замедляется. Вы успеваете сделать в 2, 3, 4, 5 раз больше, чем если бы вы думали на каком-либо другом языке. Вавилон-17 именно такой язык. Так, летя на космическом корабре, Ридра Вонг, переключившись на Вавилон-17, смогла найти правильную траекторию, помыслив лишь три знака из Вавилона-17, круг, стрелка, верх и перекрестие. Это означало, что нужно найти пересечение двух больших окружностей, представлявших собой траектории космических кораблей. В другой раз, уже в бою с представителями расы, создавшей Вавилон-17, перейдя на него, Ридра смогла найти ошибки в построении вражеских кораблей и отдать точные указания военным кораблям Альянса, в который входит и земля, что обеспечило ему победы в битве. А теперь представьте, что этот язык таков, что в нем нет я и ты. Нет личных местоимений первого и второго лица. А если таких местоимений и вообще понятий нет, то невозможно их помыслить. Невозможно помыслить то, для чего нет слова или понятия. Так и с Вавилоном-17. Такой точный язык, похожий на язык программирования, но с отсутствующими, так сказать, неважными частями, позволяет отдавать точные команды при атаке и управлять флотом. И к чему там личные местоимения? Ридра Вонг встречает в космосе медведя, которому незнакомы я и ты. Медведь это человек, очень крупный и мощный. Она научила его, как говорить я и ты. Вечером они бродили по кладбищу, и мы парили над ними, пока они учили друг друга, кто они такие. И в этот момент их сознания сплелись. Оказалось, что медведь думал именно на Вавилоне-17. Когда его привезли на землю, с ними очень долго работали психологи, чтобы разделить их. А после Ридра начала работать над Вавилоном-18, избавленным от недостатков Вавилона-17. Это один пример. Языка как оружие. Другой пример это фильм «Прибытие», в котором черные овалы спускаются с небес на землю и застывают. Перепробовав методы войти с ними в контакт, военные приглашают лингвиста Луизу Бэнкс для установления контакта. У нее все получается. Она узнает новый язык, и он становится частью нее. Она начинает думать на нем, и у нее начинаются флешбеки. Точнее было бы сказать флешфьючи. То есть флешбеки о будущем. Она видит свою дочь, которая еще не родилась. И у Луизы пока нет даже партнера, от кого она могла бы родить. Оказалось, что язык гептоподов вневременной. У них нет понятия прошлого, настоящего и будущего. Гептоподы прибыли на землю, чтобы просить помощи землян. Гептоподы знают, что через 3000 лет на них нападет другая раса. И что только земляне могут им помочь. Они смогут помочь, только если задолго до этого нападения выучат язык гептоподов. Именно для этого, чтобы передать язык, они и прилетели на землю. Уже к тому моменту, когда начали выходить трейлеры прибытия, я уже прочитал в первый раз Вавилон 17. История, показанная в трейлере прибытия, сразу привлекла мое внимание. Я захотел посмотреть этот фильм. Уж очень он напоминал историю из Вавилона 17, рассказанную в другом антураже и другими словами. Но суть практически осталась та же представление языка, как оружие. Как и обещал в начале отзыва, озвучу критику со стороны Ноама Хомского по отношению к гипотезе Сепера Уорфа. Ноам Хомский, разработчик генеративной лингвистики или порождающей лингвистики, относился к гипотезе Сепера Уорфа как к ненаучной гипотезе. Ноам Хомский утверждал, что перед овладением каким-либо языком, неважно, английским, французским, японским и тому подобное, у ребенка уже есть механизм, который может разделять фонемы языка, вычленять части речи и предложения, устанавливать связи между ними и тому подобное. Согласно Хомского, люди, у которых не повреждены языковые области мозга, преуспевают во владение языком за удивительно короткий период времени. Независимо от того, с каким языком они столкнулись в детстве. Это происходит потому, что существует универсальная грамматика, которая является начальным состоянием, существующим внутри молодого организма. Универсальная грамматика – термин, которым в ряде лингвистических теорий обозначается предполагаемый набор правил или принципов, присущих каждому человеческому языку. Подобные правила не определяют язык полностью. Они допускают значительную вариативность, но ограничивают ее некоторыми конечными рамками. В современной когнитивной науке универсальная грамматика понимается, как встроенная на генетическом уровне знания о языке. Аргументами в пользу существования универсальной грамматики являются Первое. Наличие определенных языковых универсалей, присутствующих во всех языках. Второе. Данные исследований усвоения языка. Третье. Доводы в пользу существования отдельного языкового модуля, независимой когнитивной системе в составе человеческого разума, предназначенной для обработки языка. В настоящее время ряд авторов подвергается мнению существования универсальной грамматики. Итак, мы рассмотрели положение об универсальной грамматике и гипотезу лингвистической относительности Сеппера-Ворфа, которая гласит, что язык реальность не описывает, язык реальность конструирует. Мне кажется, что они могут существовать параллельно, поскольку универсальная грамматика Хомского относится к, так сказать, генетическому уровню и уровню строения человеческого мозга, наличию разных зон, зоны брака, верники и тому подобное. А гипотеза Сеппера-Ворфа относится непосредственно к тем словам, словосочетаниям, терминам, идиомам и тому подобное, которые используются носителями того или иного языка для обозначения явлений природы, состояния человека и тому подобное. Если вспомнить то, что известно о языках разных народов мира, можно увидеть, что те или иные слова и термины появились от крайней жизненной необходимости. А если какого-то слова нет, то значит такой крайней жизненной необходимости не было. Здесь можно приводить примеры с эскимосами, которые различают 200 видов снега, с финнами, у которых 16 падежей, однако профессиональные лингвисты и в русском языке различают отнюдь не 6 школьных падежей, а больше, с японцами, у которых глагол всегда в конце предложения, с некоторыми африканскими или полинезийскими племенами, в языке которых четко прослеживается разделение говорящего, который видел события своими глазами, говорящего, который не видел события своими глазами, а только слышал о нем от другого и так далее. Подытоживая сказанное выше, хочу озвучить одну мысль. Что если мы уберем из языка какие-то слова или термины, идиомы? Что если мы добавим их в язык и обучим людей пользоваться ими? Что будет с языком, если из него убрать такие слова, как сострадание и сочувствие? Сострадание как способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные? Какой это будет мир? А что если убрать такие слова, как ненависть, горе и тому подобное? Тогда какой это будет мир? Убрать технические термины и техники не будет? Вопросы, вопросы, вопросы. Есть еще один фантастический рассказ, о котором я не упомянул, но под конец видео сделаю это совсем коротко. Это рассказ Пола Андерсона «Рука дающая». В нем речь идет о переговорах Земного Альянса с представителями одной из космических цивилизаций, не входящих в него. Во время переговоров обсуждается вопрос о переходе этой цивилизации на общегалактический язык Альянса. Та цивилизация отказывается, желая сохранить свой язык. Оказывается, что благодаря именно своему языку та цивилизация смогла создать двигатель для сверхсветовых космических полетов. А Земной Альянс с его общегалактическим не смог этого сделать. В этом видео мы рассмотрели три примера использования языка как оружия. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Поставьте колокольчик, а в нем все уведомления. И вы будете вовремя получать уведомления о выходе новых видео. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего вам хорошего. И до новых встреч.